Доброго времени суток, дорогие друзья! Слушайте, я никогда не осознавала, что с помощью щётки я вот только что голову посушила, вообще замечательно, а вот этой щётке никогда не думала, что можно вот так вот уже как бы сделать прическу. Это просто замечательно, а фен далеко не убираю, потому что волосы здесь сушила не до конца. У меня в голове родился вариант, можно часто новым модным словом называется Челлендж Испытания. Итак, сегодня, друзья мои, 1 сентября, у нас отключают воду, воду отключили ровно в тот момент, когда я уже была намылена в душе, короче, моя сегодняшняя помывка была вообще полна приключений, вот, с нагревом воды в чайнике и всего такого. Но, тем не менее, всё получилось. Вот. Досушила голову я не до конца, волосы ещё влажные, но нам, я думаю, с макияжем это не помешает. Значит, в чём испытание само? В том, что мы с вами будем каждый день видеться, каждый день я буду снимать какие-нибудь новые макияжи, новые образы этой осени. Сегодня, я знаю, у нас будет 17 градусов тепла, немножко начинает проглядывать солнце, в какой-то степени это и навеяло мне тот вариант макияжа, который я буду делать. Вот. Но так как я буквально тут каких-то полчаса выплылся из душа, вот, у меня ничего не нанесено, только гигиеническая помада. Первым делом самолёты. Делаем, использую такой вот крем для век, чистая линия. У меня заканчивается. Кто из вас не смотрел, в пустых баночках я показывала, рассказывала. Это такой, знаете, базовый крем, ничего лишнего. Но это не база под макияж. Абсолютно. Вот. Но, тем не менее, всё достаточно хорошо держится. Чё-то вот сейчас вот под конец стала им перепарщивать, больше стала выдавливаться, чем нужно, поэтому ненавижу, когда всё это ползает в глаза. Вот. Поэтому сейчас немножко в области ресниц уберу. Считается, да, что крем для века лучше наносить до ресниц, там, каких-то, несколько миллиметров, чтобы оставалось. Вот. Разрезала свой крем дневной. Дневной. Уже его заканчиваю. Этого вполне хватит. Должно хватить, скажем так, тоненьким слоям. Никаких толстых не надо. Ну, как бы, в принципе, так можно. Можно ещё немножко на власть декольте поместить шею. Сейчас распределим. Вот. А так вот лучше. То лифтелана достаточно быстро впитывается. Вот. Вот. Не забываем, что осталось на ручке. Что-то мне как-то на руках не это... Недостаточно. Сейчас момент. Так. А вот и я от Essence тоже заканчиваю крем. Тоже всё рассказывала. Всё. Переходите в пустые ванночки августа. Всё там рассказывала про эти крема. Так. Ну что. Руки увлажнили. Лицо. Поухаживали за ним. Приступим к самому макияжу. Глаза у меня вроде бы за вот эти вот сколько тут минуту пришли в себя. В чём ещё заключается испытание? Предполагаю, всю неделю макияжа делать вот эту вот палетку. Это Fashion Shadow. Eyeshadow Extra. Shimmer. Extra Shimmer. Вот такая вот палетка. Я в хвалебной оде ей пела уже кучу-кучу раз. Поэтому практически большинство, скажем так, моих макияжей с подобными палетками делается. У меня сейчас их минимальное количество. Так что переходите, смотрите. В косметике макияжа пяти минуток достаточно много. А здесь вполне... О, боже, я уже пять минут с вами. Я уже пять минут с вами. Ну ладно. Постараемся быстрее. Потому что я и хочу ещё вам показать образ платья, в котором я пойду на улицу. И сегодня я использую буквально один цвет. Вот этот вот самый светлый. Он такой бежево-песочный. Вернее, даже не бежево-песочный. Бело-песочный. Светлый-светлый. Кисточка тоже у меня новая. Как переносится. Заодно. С этой кисточкой я ещё макияжа не делала. Может быть, я многовато его взяла. Пальцем переносится этот цвет под рукой. Более тонко ложится. Вот. Но я вам сейчас покажу своё платье. Вы всё поймёте. Там достаточно много цветов. Вот. И оно такое само по себе активное. Поэтому, с одной стороны, макияж должен оставаться ярким. А с другой стороны, он не должен быть ярче, чем платье. Скажем так. В испытании будут участвовать разные тени и разная помада. Прямо таким желтоватым на камеру смотрится. Возможно, я старалась так сесть, чтобы вам всё видно было. Так. Ни в чём себя не отказывай. Очень аккуратно. Ничего лишнего. На ресницы вроде не попало. Всё. Тени мне больше не пригодятся. Следующим этапом у меня будет карандаш. Карандаш. Де мини. Он уже фактически мини. Такой вот зелёно-коричневый. Делаю подводку в внешней части глаза. Если вам видно, в принципе, тень падает как раз на внешнюю часть. И видно, как такое, как затемнение. Хотя мы использовали всего лишь один вид теней. Буквально чуть-чуть подвести линию ресниц. Он такой, как это, с характером. В плане того, что... Это не чёрный, который прям вот черно-графитный такой. Это такой достаточно лёгкий акцент даёт. Ну и вот сейчас, смотрите, разница видна, да? Глаз подведён и глаз не подведён. Видите? Я вот последние несколько дней ходила так, что у меня чуть-чуть какой-нибудь карандаш. Вполне более такой распахнутый взгляд получается. Ресницы можно уже не красить в этот момент. Ну и вторую сторону надо сделать так же. Тоже краешком карандаша. Аккуратненько. Как видите, у меня всё лёгкое, простое, быстрое. Чтобы не тратить время на что-то непонятное. Так, смотрим, проверяем, что глаза накрашены симметрично, аккуратно, ровно. Какой-то чуть-чуть печальный взгляд получился. Странно. Тоже, кстати, к слову о птичках, добить этот карандаш. И посмотреть, какие это такие более свежие варианты. Ну, мне очень нравится, что он в такую, как растушевывается, как будто в дымку. И вроде бы он есть, а вроде бы его нет. Вот это вот мне в нём очень нравится. Всё. Финиш. По глазам финиш. Сейчас ещё быстро губы с вами сделаем. Всё. Это такой будет отголосок лета. Пока ещё загорелая. Такого плана оттенки очень хорошо как раз смотрится. Ну, загорелая-то я так, больше в кавычках, наверное, сказала. Потому что лета было никакое. К минимуму у нас в Минске погода не сильно радовала постоянством солнца и всякого такого. Сейчас я с вами прервусь, переодеваюсь в свой образ и показываю, как мы делаем губы. Я снова с вами. Я переоделась в платье. Сейчас покажу, как это будет всё выглядеть. Доделываем губы. И можно отправляться куда угодно. На работу, на свидание, куда вы хотите. Карандаш у меня от Эвелин. Какой, наверное, мы сейчас с вами посмотрим. По бальзаму для губ он не сильно хочет рисовать. Но я вам показываю саму суть. Даже такой вот нежный вариант. Здесь у меня, видите, куча всяких разных цветов. И я захотела сегодня рассвеченную такую осень, красно-оранжевая помада, яркий акцент на губы сделать. Очень аккуратно наносится. Замечательно скользит, несмотря на то, что всё-таки бальзам, он такая жирность придаёт. Вот она как будто в себя так всасывает. А на видео вообще прям оранжевое-оранжевое. А так она такой таракотный, таракотный, не знаю. Посмотрела, когда подбирала помаду, посмотрела, какие цвета есть у меня здесь на платье. Решила вот такой вот вариант. Сейчас ещё один момент. Ну что, смотрите. Такое вот платье. Спинка почти полностью чёрная. Вот. Смотрится довольно-таки хорошо. Целиком длину, видимо, вам не покажет. То, как я себя вижу в телефоне, так вроде бы вам должно быть видно хорошо. Вот. И я одену такой вот плащ. У меня есть. Если станет вдруг жарко, его можно снять. У него, ну то есть он немножко выше, чем само платье. Чуть-чуть. Буквально тут пару миллиметров. Можно его и нараспашку. Не знаю, посмотрю. Может быть, я ещё одену какой-нибудь шарфик такой вуалевый. Но если станет вечером прохладнее, чем 17 градусов, то я смогу его застегнуть. И будет тоже замечательно. Так. При этом, что мне нравится, что видно кусочек платья в нём. И если взять небольшую сумочку, получится такой полупарижский, французский какой-то вариант стиля. Волосы, скорее всего, я никак делать не буду. Никакие косы, ничего. Скорее всего, так и пойду. Расскажите, как вам подобный образ. И, может быть, вы хотите увидеть какой-то вариант прически к этому всему. Или что-то ещё. А вот пишите свои комментарии. Оставляйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока. Пока.